Здравствуйте. В столице региона в очередной раз собрались любители быстрой езды, причем не только на снегоходах, но и на оленях-упряжках. В Ненецком округе прошли традиционные соревнования по кроссу на снегоходной технике 2015. В состязании приняли участие десятки мужчин и женщин, причем интерес здесь не только спортивный, победители уехали домой на новой технике. За заездами наблюдала вся наша телекомпания. Утреннюю тишину разорвал рев снегоходов. Уже с восьми часов на трассе тренировочные заезды. Я надеюсь, что все вернулись. Все стартовал. Вернулись все, а дальше все по традиции. Все отборочные заезды в классах «Буран» среди мужчин от 18 до 40 лет. Рев моторов, снежный шлейф, крутые повороты и трамплины. И, конечно, ликование болельщиков. У каждого здесь свой фаворит. Сегодня у нас подруга участвует Лена Стримовцева. И еще наши друзья Кирилл Шепрон, Дима Канев. Так что мы держим за ним точки. Поддержка болельщиков – одна из составляющих успеха Анны Христолюбовой. Эта женщина уже стала легендой в Ненецком округе. Хрупкая, маленькая, она уже 16 раз вышла один на один со сложными поворотами и крутыми выражами. И в 11-й раз стала абсолютной чемпионкой соревнований в классе «Буран» среди женщин. Раз, но ничего, нормально так. Я думала, сложнее будет. Но у нас у женщин все-таки скорости поменьше, поэтому нормально. Очень радуетесь. Очень рада, я очень рада. Сегодня болело очень много людей, потому что в прошлом году мне не повезло. Я пришла только пятый первый раз за все это время. Поэтому сегодня за меня болели очень многие. Тем временем на трассе нешуточный накал страстей. Гонщики дышат друг другу в спину, заезды в режиме нон-стоп. У кого-то не заводится «Буран», кто-то перевернулся, но все идут до конца. Несмотря ни на что. С этим 18 лет назад и задумывались соревнования. Прекрасно подготовлена трасса. Были определенные опасности в поворотах. Но это так всегда было. Всегда вот в 18 лет эти соревнования, как все-таки, как один из инициаторов. Я всегда переживаю, чтобы они закончились без всяких потерь. Это рубец на сердце всегда, потому что это рискованные соревнования. Настоящие мужчины борются активно. И все зависит от подготовки. Гонщикам сложно было еще и потому, что в этом году новая трасса. В районе Старого аэропорта. Организаторы соревнований в сжатые сроки нашли альтернативу Качгартинской курьере, которая в этом году из-за теплой весны на треть покрылась водой. Поставили себе задачу найти такое сухопутное место, постоянное, где мы можем весной проводить гонки на снегоходах, а летом-осенью посмотрим, может быть, проведем гонки на каких-нибудь альтернативных видах транспорта. Будьте советоваться с участниками соревнований? Безусловно. Оргкомитет. Слушайте, смотрите, что мы сделали. Вообще главный принцип, я считаю, работы власти, это мы должны постоянно советоваться с населением, мы должны постоянно советоваться с людьми. Мы сделали очень широкий оргкомитет. Он широко представлен. Мы в этом году добавили дополнительную категорию гонщиков, чтобы было интереснее. Самое большое количество гонщиков в заезде класса «Бурану» мужчин от 18 до 40 лет. 27 участников. Наринмар, Макарова, Тельвиска, Нальминос, Лабожская, Анди, Красная и другие. Гонщики из всех уголков Ниньского округа. Ажиотаж понятен, главный приз автомобиль Нива-Шевроле. На нем, кстати, уехал Александр Коткин. Он удерживает лидерство уже второй год. У меня прям дежавю какой-то Александр. Помню, в прошлом году то же самое. Вы заняли первое место, также брали у вас интервью. В чем секрет вашего успеха? Судьба такая, значит, была. Что еще не знаю. Как бы победил. Как готовились? Как готовился? Делал трассу отдельную. Тренировался. Тренировки много дают. Как бы и вот. Поэтому вышел в финал первым. Ага, в этом году трасса другая, на другом месте. Как оцениваете? Лучше, хуже и... Трасса была похуже, чем в прошлый год. Но повороты скользкие, тяжелые. Соперники все с каждым годом, как бы все сильнее и сильнее. И как бы умение ездить, наверное, как бы вот так. Три финальных заезда в классе свободны. И, казалось бы, вот он, третий завершающий круг. Финиш и победа. Андрей Вокуев пришел первым. Но буквально секунды переместило его с первой строчки на четвертую. Фальстарт – дело серьезное. Впрочем, Андрей нисколько не отчаивается и охотно делится секретом быстрой езды. Просто умение катания, кататься и стремление к победе. Что еще могу сказать? Хочу вот... Ну, было очень много помощников мне, которые настраивали. Всем большое спасибо. Разные. По возрасту, по полу, по профессии. Но одно общее у них точно есть – любовь к экстриму и верность своим железным коням. Впереди у них месяцы тренировок, подготовка к следующим соревнованиям. И свои житейские дела. Ведь они не профессиональные гонщики, а любители. Любители острых ощущений. Любители острых ощущений.